Христос воскрес, братья и сестры! Пожалуйста, занимайте ваши места. Я очень рад еще раз приветствовать вас любовью Господа Иисуса Христа, и мы сейчас будем переходить к изучению Священного Писания. Мы с вами этим летом говорим о церкви, мы говорим о разных вопросах церкви, мы говорим о практических вопросах церковного служения, церковной жизни, церковного устройства и очень много того, что, может быть, мы видим в Писании, очень многое из того, что мы видим в современной жизни, где-то перекликаются или перехлестываются вопросы того, как люди сегодня думают и что у нас, может быть, традиционно заведено, и где-то, я думаю, что нам периодически нужно пересматривать то, как у нас принято в свете Священного Писания или то, что говорит Писание, и то, что мы делаем, и то, как понимают современные люди, нам постоянно нужно проводить это. Почему? Чтобы мы были уверены, что мы находимся на твердом основании Слова Божьего. Ну, а сегодня я очень бы хотел, чтобы мы с вами поговорили об одном очень важном аспекте церковной жизни – это служение в церкви. Давайте поговорим о служении. Я хотел бы поговорить об участии в служении в церкви. Есть очень много вопросов. Мы, может быть, думаем о том, что, что там говорить, мы и так все знаем, но позвольте вас немножко побеспокоить этим вопросом и давайте поразмышляем, подумаем о том, что такое служение в церкви, смысл служения в церкви, зачем мы его делаем, зачем мы его совершаем, то, что мы делаем, почему мы это делаем и так далее и тому подобное. Итак, приглашаю вас к размышлению над этим вопросом. Если Господь позволит нам дожить до следующего воскресенья по воле Его, по милости Божьей, если у нас будет еще возможность проводить разбор Священного Писания в следующее воскресенье, 31 числа вечером, давайте поговорим о церковной дисциплине, то есть это вопросы церковного взыскания, откуда это берется, почему это делается, почему это происходит, откуда это взято, практика и так далее, и вопросы, связанные с этим. Но сегодня опять же поговорим о служении. Пожалуйста, братья, я хочу попросить вас включить слайд, и мы перейдем и будем говорить о служении в церкви. Итак, когда мы говорим о служении, когда мы говорим о служении в церкви, мы, если сегодня я хочу, чтобы мы поговорили о служении в общем, то есть мы будем говорить не о служителях, которых рукополагают, мы будем говорить о участии каждого члена церкви, или, скажем так, о праве каждого члена церкви в служении. Что это такое и зачем это? Ну, давайте для начала, вот скажем, вот это, члены церкви могут участвовать в служении церкви. Общая фраза. Я думаю, что вы, в общем-то, наверное, согласны с этим. И вроде бы ничего тут такого нету, но подумайте еще раз об этом. Подумайте еще раз об этом, потому что на самом деле, когда мы говорим об участии в служении, что мы подразумеваем? Когда мы говорим об участии в служении церкви, мы смотрим на служение в церкви с двух сторон. Само служение подразумевает, сама суть этого термина, сама суть этой концепции служения в церкви имеет в себе две составляющих. Служение в церкви совершается в присутствии или на пользу других людей, на пользу церкви. В присутствии других людей, при участии других людей, вместе с другими людьми. Для других людей, можно так же сказать. И еще один очень важный аспект тут же, служение в церкви, это служение для Бога. Вы согласны с этим? И вот это важно очень. Мы иногда упускаем или один аспект, или другой аспект этого. Но очень важно понимать, что два этих аспекта, они неразрывно связаны между собой. Когда мы говорим о служении, мы подразумеваем самые разные служения. И служения могут быть действительно самыми разными. В нашей церкви есть очень много разных служений. Так, например, классика. Есть люди, которые проповедуют, есть люди, которые поют, есть люди, которые играют, есть люди, которые видны, может быть, на сцене, есть люди, которые явно присутствуют в богослужении, их вклад виден. Но мы их, может быть, не всегда осознанно воспринимаем. Видите, у меня сбоку вот такая штучка. На фоне моего лица, эта часть чуть-чуть темная, она выделяется, да? Что это такое? Микрофон. Когда есть микрофон, это значит, что кто-то его включает, это значит, что кто-то следит. Это значит, что кто-то должен быть там, чтобы вы слышали меня или другого проповедующего, или другого поющего. Есть кто-то, кто отвечает, и это служение. И поверьте, это очень ответственное служение, потому что сегодня в очень многих церквях без этого служения очень трудно проводить богослужение. То есть, посмотрите, есть очень много разных служений. И как мы говорим, это служение вместе с другими людьми, или для других людей, или для вдохновения других людей. Но кроме этого, это еще и служение для Бога. Подумайте об этом. Во второй половине XIX века в Дании жил один известный богослов, писатель, философ. Его звали Сёрен Киркегорд или Сёрен Киркегор. Он был достаточно, ну, давайте скажем так, либеральным парнем, и я не во всем с ним согласен. Но он как-то высказал одну очень глубокую мысль, которая будет полезна всем верующим людям. Он как-то сказал так. Одним из самых главных аспектов христианского служения, того, что происходит при богослужении, когда народ Божий собирается вместе на церковное богослужение, очень важно понимать, что самым главным слушателем являются не люди, сидящие в зале, но есть один незримый слушатель, и это Бог. Все богослужение совершается для аудиенции этого слушателя или этого зрителя. Потому что мы все, как церковь, мы собираемся для того, чтобы прославить Его, и мы должны очень многие вещи делать, или все практически делать, вот то, что мы делаем, в Его славу. То есть, по сути, когда я говорю, моей задачей, моим желанием должно быть не служить вам на потеху как-то, или не пытаться впечатлить вас, но прославить Бога. Да, я понимаю, что часть моего служения или часть любого служения в церкви – это вдохновение, потому что в Слове Божьем написано, что когда мы совершаем служение, мы вдохновляем друг друга, мы назидаем друг друга, и мы совершаем что-то полезное друг для друга, но мы делаем это для Него, в Его славу, для того, чтобы Его прославить. И это очень важно, и я думаю, что всегда нужно помнить об этом. Вы знаете, люди, когда осознают, что они находятся на высокой трибуне, или выступают на каких-то больших мероприятиях, они по-особенному волнуются. Если какой-то артист знает, что его пригласили выступать в какой-то известный театр, который полон людьми, или на стадионе, или еще где-то, для него это особая честь. Если он знает, например, что будут какие-то высокие государственные деятели присутствовать на этом выступлении, для него, наверное, это высокая честь, не правда ли? Если кого-то приглашают для того, чтобы что-то исполнить для президентов или для каких-то высокопоставленных лиц, это что-то особенное, не правда ли? Я помню, в 2001 году мы переехали в город Бермагем, и я учился в семинарии там. Семинария была при христианском университете, в этом университете была очень хорошая музыкальная школа. И я помню, с какой радостью директор этой школы рассказывал нам с Людой, когда узнал, что мы русскоговорящие, что мы знаем немножко то, о чем он с большой радостью рассказывал, как пару лет до того они с хором из этого колледжа совершали турне, в течение месяца совершали турне по России, потому что проходило двухсотлетие Бортнянского, известного церковного композитора, и он с такой радостью рассказывал, как они ездили и давали множество концертов в Москве и даже в Кремле. Для людей это что-то особенное. А теперь, братья и сестры, подумайте, «А когда мы предстаем перед царем царей и Господом господствующих, перед которым любой царь блекнет, перед которым все короны слетают, как нам нужно подходить к служению такому, когда мы понимаем, что в нашей аудиенции есть вот такой слушатель, есть тот, кто знает и понимает, кто дал самый лучший голос самому лучшему певцу, кто дает слух самым лучшим музыкантам. Когда мы понимаем и осознаем это, я думаю, что у нас должно быть особенное отношение к этому. Итак, братья и сестры, я просто как бы, это первоначально я хочу, чтобы мы настроились на это, чтобы мы понимали, что это на самом деле важно. В церкви есть много разных служений. Мы говорили, есть служения самые разные по своему характеру и виду. Есть служения, даже вот, ну скажем так, есть служения, которые видны в богослужении, есть служения, которые, может быть, не видны в богослужении, но они ощутимы, потому что позволяет всей церкви действовать. Например, для того, чтобы вокруг дома молитвы был определенный порядок, есть люди, которые иногда занимаются этим и делают это. И мы просто, когда мы приходим на это место, нам приятно, нам хорошо, у нас хорошее настроение создается, потому что вот есть тот, кто позаботился, траву покосить, убрать что-то, какие-то деревья, может быть, постричили еще что-то сделать. Понимаете? То есть, есть очень много разных служений, и они необходимы, и они нужны. Есть разные служения разные по своему характеру, по своему виду. В церкви служат не только рукоположные служители, но все члены церкви. Это очень важно. И Библия очень много говорит об этом. Итак, вопрос, что такое служение? Что такое служение на самом деле? То есть, мы с вами обратили внимание, что есть очень много разных служений. Но что такое служение? Суть служения. Когда мы читаем в Библии, когда мы читаем, особенно в Новом Завете, служение, используется такое слово на греческом языке – диакония. Вам оно что-то говорит? Что-то схожее со словом диакон, да? Диакон – это служитель, слуга. Служение – это диакония. Знаете ли вы, что даже о Христе сказано, что Он пришел послужить или совершить служение, и используется этот же глагол для этого. То есть служение, служение, то есть работа слуги – это работа, которую должен выполнять тот, кто ставит себя в услужение своему Господину. Когда мы пытаемся что-то понять относительно христианского служения или характера христианского служения, мы, наверное, согласимся, вот примерно, опять же, примерно вот такое вот определение, его можно как-то изменять или что-то можно сказать еще дополнительно, но, по крайней мере, мы можем сказать так, что служение – это использование всего того, что дает Господь. Это и время, это и таланты, это и ресурсы, и все остальное в труде для Бога и для людей. Опять же, обратите внимание, в служении присутствует два этих элемента – труд для Бога и труд для людей. Это очень важно понимать на самом деле. Итак, служение происходит от слова «служить», то есть исполнять волю Господина, исполнять волю Господа. И вот здесь, когда мы говорим, когда мы понимаем это, то тогда мы тоже понимаем, что не является служением. Например, если у меня есть какие-то амбиции, если я хочу показать, на что я способен, скажите, это нормальное отношение к служению? Когда я хочу просто вот, ну, как-то покрасоваться, как-то зарисоваться или, может быть, еще что-то. Ну, это неправильно, правда? Должен быть другой подход к служению. Господь дает таланты, безусловно. Господь дает кому-то большие таланты, кому-то меньшие таланты, но это от Него зависит. Но цель вся должна быть прославить Бога и послужить людям, чтобы это было во благо людям. Я хочу перейти к тому, чтобы поговорить, а что же служит, на чем основано служение, да? Вот как бы основные аспекты служения. Когда мы смотрим на этот момент в Ветхом Завете, мы видим, что священники и левиты несли служение в храмовом богослужении. Не всем разрешалось и не все могли участвовать в храмовом богослужении. Были особенные люди, которые были избраны для этого. Колено левия было поставлено особо. Из колено левия семья Аарона или дети Аарона, сыновья Аарона, из них выбирались священники и первосвященники. Ну а остальные левиты участвовали во всяких разных служениях, которые включали в себя поддержку скинии, затем храма. Если вначале, когда речь шла о скинии, левиты, была часть левитов, была определенная часть левитов, определенные семейства, которые отвечали за то, что они собирали эту палатку, они собирали вот эти ткани, вот эти полотна, кожи, и все вот это остальное они собирали, сворачивали. Другие собирали раму, которая состояла из многих брусьев. Другие собирали, может быть, еще что-то. Еще одна часть отвечала за то, чтобы собирать вот эти серебряную посуду, золотую утварь и медную. И они занимались тем, что они отвечали за это. Была определенная часть, которая занималась тем, чтобы носить воду, колоть дрова и прочие вещи. Очень интересно, когда мы видим то, что служение... Кстати, это хороший урок, что служения могут изменяться. Служения могут терпеть какие-то виды изменения. Ну, например, 200 лет тому назад, когда еще не было микрофонов, аудиослужения невозможно было иметь, потому что микрофонов не было, и всей вот этой вот электроники не было. Точно так же мы можем сказать, а видеослужение – это достаточно новое служение, и компьютерное служение – это тоже достаточно новое служение. Когда-то, когда Давид перенес Скинию в Иерусалим, он совершил, он внес определенные изменения. Он совершает определенную реформу в богослужении Скинии и готовит это к храмовому богослужению. Почему? А потому что уже не надо было Скинию носить. Ее перенесли в Иерусалим и установили в Иерусалиме, и она должна была там находиться постоянно. И что делает Давид? Часть людей высвободилась, часть левитов высвободилась. И Давид собирает и устанавливает музыкальное служение в Скинии. Он поставляет начальника хора, он собирает музыкантов, и он совершает или вот добавляет вот эту часть служения к служению, к богослужению в Скинии, и затем это переходит в храмовое богослужение. Итак, в Ветхом Завете священники и левиты несли служение в храмовом богослужении. Бог также избирал пророков, и это было особенным избранием, пророков избирали не люди, их избирал Бог. И именно поэтому, когда вы читаете пророка Исаию, пророка Иеремию, пророка Иезекииля, других пророков очень важно. В первых главах, у Исаии, например, это в шестой главе сказано об этом, но очень часто среди остальных пророчеств идет повествование о том, как Бог избирает их, и как Бог говорит им. Почему? Потому что это было свидетельство того, что эти люди не по своей инициативе говорят, но что Бог проговорил их к ним, и Бог поставил их на это служение. В Новом Завете мы читаем о том, что все верующие в Иисуса Христа это царственное священство, 1 Петра 2,9. Мы говорили уже об этом, я не буду давать ссылку, я просто напоминаю, что мы, царственное священство, и каждый член церкви на этом основании имеет право участвовать в богослужении. мы говорили еще о том раньше, что вся церковь призвана к служению, все люди, все члены церкви призваны к служению, и пресвитеры, или пресвитеры, другие служители, они готовят церковь к служению. Цель работы пресвитера в том, или пресвитера в учителе, в том, чтобы научить, или экипировать, или наделить, научить других людей совершать служение в церкви. Я думаю, что успех пресвитера не в том, что он много служит, а успех пресвитера прежде всего заключается в том, когда другие есть, кто может совершать служение. Почему? Потому что, согласно Эфесинам, 4 глава с 10 по 15 стихи, именно это цель у пресвитеров, чтобы наделить других людей возможностями к служению. И что должно, откуда должно совершаться служение, то есть что должно двигать нами, когда мы совершаем служение. И здесь я хочу обратить ваше внимание на один текст, это Евангелие от Иоанна, 21 глава, это последняя глава Евангелия от Иоанна, речь идет о том, как Иисус является своим учеником при Тевериатском море. И вот когда Иисус является им, это после воскресения, воскресший Иисус является учеником, и он разговаривает с Петром. Помните ситуацию, он три раза спрашивает у него, любишь ли ты меня? Иисус Христос как бы отражает отречение Петра, то, что Петр три раза сказал, что не знает его. Иисус три раза говорит ему, любишь ли ты меня больше, чем они? Вот в этом тексте, в 17 стих написано, говорит ему в третий раз, именно он, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня? И сказал ему, Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. И Иисус говорит ему, паси овец моих. Здесь очень хороший урок для нас. В этом тексте мы видим, что каждый раз, когда Иисус спрашивает Петра, любишь ли ты меня? Петр отвечает, да, я люблю тебя, Господи. И Иисус дает ему поручение, Иисус говорит, служи. Паси овец моих, паси агнцев моих. То есть, другими словами, служение Господу не должно начинаться прежде всего со страха, с какой-то боязни, что я из-под палки совершаю какое-то служение. Служение не должно начинаться из попытки как-то заработать свое спасение, что я вот служу Господу, и этим я как-то, ну, возможно, каким-то образом, я смогу угодить Богу, что я заработаю спасение. Нет, спасение по благодати. Спасение по благодати прежде всего. И Иисус поручает Петру служение только после того, как Петр говорит, я люблю тебя, Господи. Именно поэтому самой главной мотивацией для служения должна быть любовь к Богу. Это самое первое, самое главное, самое важное, что должно двигать меня и тебя к служению. В Библии написано, опять же, служение для кого или служение кому. В Деяниях Апостолов написано, что служили Господу и постились. В Евреям 6.10 написано, ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которое вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Вот оно, пожалуйста, служение людям, служение верующим людям. То есть, не только служение Господу, но в церкви мы совершаем еще служение друг другу. И это нормально, и Писание говорит об этом. Мы можем сказать еще, что служение людям включает не только верующих людей, но даже служение неверующим. А как это? А вот так. Посмотрите, это можно понимать вот с той стороны, что когда мы живем в этом обществе, мы тем, что исполняем волю Божью, живем по Писанию, мы служим окружающим нас. Мы являемся солью или мы являемся светом этого мира. То есть, именно в этом совершается наше служение. И в этом мы можем сказать, мы служим даже в какой-то степени неверующим людям. Я хочу обратить сейчас наше внимание на один очень важный вопрос. Хорошо, если я, как член церкви, участник церкви, несу служение, участвую в каком-то служении, я пою в хору, я могу исполнять еще что-то. Что важно? Вот какие качества важны для служения? Я не даю текстов Писания, когда я буду говорить об этом. Если вы меня попросите, я могу вам очень много стихов найти из Библии. Но, как пастор, я хочу обратить ваше внимание на эти качества и думаю, что это очень важно. Первое, что я вижу, один из самых первых качеств, которые необходимы для любого человека, участвующего в служении, это прежде всего любовь к Богу. Мы уже об этом говорили. Любовь к Богу и личное посвящение. То есть, другими словами, было бы хорошо, чтобы, участвуя в служении, присоединяясь к конкретному служению, чтобы ты не говорил. Сегодня я хочу служить, я служу. Завтра я не хочу служить, я не буду служить. То есть, должно быть какое-то посвящение. Должно быть личное посвящение. Должно быть какое-то, знаете, желание, что я не только когда мне хорошо служу, но на меня можно надеяться. На меня можно положиться. И даже когда у меня нет настроения, я делаю то, что нужно делать. Мне кажется, что очень важно для всех членов церкви, для всей церкви, когда у человека, участвующего в каком-то служении, есть личное посвящение. Еще одно очень важно. Желание прославить Бога прежде всего. Не моя личная какая-то амбиция, не моя выгода какая-то, не еще что-то, а вот я хочу прославить Бога, и прежде всего я совершаю служение именно поэтому. Еще один момент очень важный для служения – это смирение. Я надеюсь, вы знаете, что такое смирение. В Библии написано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Что такое смирение? Смирение – это не думать о себе высоко, это не быть высокомерным, это не смотреть с высока на всех, это не унижать других. Смирение – это тоже, с другой стороны, это не значит постоянно унижать себя. Смирение – это думать о себе верно, думать о себе правильно, без гордости. Смирение – это понимать свое состояние. Это очень важно для человека, участвующего в любом служении. Потому что служение, опять же, мы не говорим о служении, как о директорстве, мы говорим о служении, как о служении. Служение – это работа слуги. Без смирения это невозможно делать. Господь не позвал нас быть директорами, Господь не позвал нас быть командующими, Господь позвал нас или дает нам возможность служить. И смирение очень важно в этом. Я еще хочу сказать, состояние духовного роста, какого-то духовного подъема, о чем я говорю. Если ты находишься во грехе, если ты постоянно грешишь, если ты находишься в падении каком-то, то извини, каким бы служение не было, но тебе надо оставить служение и исправить отношения с Богом и людьми. Когда ты совершаешь служение в состоянии греховного какого-то, в греховном состоянии, служение не будет идти хорошо. Во-первых, люди не будут воспринимать. Во-вторых, не будет благословения Господа, потому что тебе прежде всего нужно исправить свое состояние, нужно исправить отношения. То есть, когда совершается служение, должна быть какая-то нормальная духовная зрелость, какое-то состояние духовного подъема, когда я стремлюсь к Богу, когда я хочу делать Его волю. Это не всегда хорошее настроение, может быть, и всегда какое-то, знаете, такое безоблачное состояние, но, по крайней мере, это отсутствие каких-то греховных, знаете, вот греховной трясины какой-то. Что еще я хочу сказать, важно для служения, это постоянное желание улучшать служение. Есть такое слово в английском языке excellency. Мне нравится это слово. Служить с отличием, работать с отличием, выполнять на отлично, выполнять самым лучшим образом. То есть, должно быть качество, добиваться качества в служении, чтобы было хорошее качество, чтобы, если я пою, чтобы я стремился хорошо спеть, если я играю, чтобы я стремился хорошо сыграть. Если я встречаю людей на парковке или рассаживаю людей здесь, в зале, чтобы я стремился это сделать самым лучшим образом. Если я подметаю парковку или здесь, в доме молитвы, если я что-то мою, чтобы я это делал самым лучшим образом. То есть, должно присутствовать вот это, чтобы мы понимали, что мы не делаем это просто только для себя или только друг для друга, но мы делаем это еще и для Бога. И Бог знает наше сердце. И Бог знает наше состояние. Вот здесь я очень бы хотел, чтобы все люди, всякие, кто участвует в служении, действительно старались, имели такое желание постоянно работать. Я понимаю, что не все сразу рождаются большими специалистами. Когда ты начинаешь свое служение, понятно, что ты можешь начинать как-то, ну, знаете, делать первые шаги, может быть, робко, может быть, от... Но плохо, когда нет роста. Плохо, когда проходят годы, а ты остаешься на том же месте и делаешь те же ошибки, и наступаешь на те же грабли. Было бы хорошо, чтобы, участвуя в служении, ты лично стремился к постоянному росту, чтобы ты лично стремился к тому, чтобы совершенствовать, улучшать свое служение, каким бы это ни было. Служение проповедника, работай над собой. Служение хориста, работай над собой. Служение музыканта или любое другое служение, чтобы оно действительно включало в себя этот элемент, чтобы каждый из нас стремился к качественному труду. Еще одно очень важное качество. Мы все одна семья, и мы все совершаем служение. И здесь очень важно, чтобы у нас не было духа соперничества. Иногда такое возникает, вот наш хор поет так, а, ваш хор. И вот знаете, вот такое, но на самом деле, в принципе, это неправильный подход. Почему? Потому что мы все служим Богу, какой бы ни был хор, какая бы ни была певческая группа, какое бы ни было служение, мы все, как одна команда, служим кому? Господу. И вот здесь очень важно вот это понимание, вот это осознание, что мы не должны соперничать друг с другом, но, напротив, заботиться о том, чтобы помогать друг другу, совершать служение. Это работа в команде. Это когда я не просто сам что-то пытаюсь сделать, это когда я не просто мне что-то сказали, не успели мне что-то сказать, и я обиделся на всех, что как посмели поставить под сомнение мою работу, или то, что я сделал, или то, что я сказал. Было бы очень хорошо, чтобы вот стараться, если даже возникает вот какая-то вот такая вот, не знаю, какая-то обидчивость или какое-то вот такое, чтобы не давать ему роста, чтобы понимать, что надо избавляться от этих вещей. И с другой стороны, нам нужно вдохновлять друг друга в служении, вот и все. И нам не нужно лишний раз ранить или унижать кого-то, или говорить кого-то, ставить под сомнение какие-то вещи, но, напротив, действительно вдохновлять друг друга к лучшему служению. Еще один момент, который я вижу, еще одно качество, которое я вижу очень важным в служении, это гибкость и послушание. Послушание Богу прежде всего, послушание служителям, послушание тем, кто отвечает за этот участок работы, за это служение. Если ты работаешь в миссионерской команде, есть человек, который поставлен на это или который отвечает за это, и было бы хорошо, чтобы люди, которые участвуют, чтобы они прислушивались или были послушны тем людям, которые отвечают за то или иное служение. И это очень важно на самом деле. Потому что никто из нас не один, мы все вместе стараемся что-то делать. Мы все вместе делаем что-то во славу Господа. Поэтому очень важно, иногда приходится что-то менять. Слава Богу, что у нас сейчас служение проходит хорошо. Вспомните 20-й год. Вспомните, как много нам пришлось изменять, вспомните, как нам пришлось на ходу переделывать многие вещи. Почему? Потому что мы такого не переживали никогда. И нам приходилось вот, знаете, что-то менять на ходу, что-то делать, что-то как-то вот изменять и в богослужениях наших и даже в других служениях. Это очень важно, чтобы у человека, который служит Богу, была определенная гибкость для того, чтобы понимать, что я не просто как-то вот сам себя потешаю тем, что участвую в служении, но я делаю это для Бога. Если Господь позволяет каким-то вещам происходить, я оставляю это в Его власти и делаю то, что мне вверено самым лучшим образом. Но сейчас я хотел бы несколько вопросов для размышлений. И здесь, может быть, если у кого-то из вас будет желание высказать или что-то сказать по этому вопросу, пожалуйста, вы можете тоже сказать. Но просто несколько вопросов. Я не буду много говорить об этом, я просто хочу задать вопросы и подумайте об этом. Только ли верующие или только ли члены церкви могут совершать служение? Могут ли участвовать в служении, даже в богослужении могут ли участвовать неверующие люди, которые не исповедуют Христа Господом своим? Это вопрос, вопрос для размышления. Еще один вопрос, ну, это тот же вопрос, можем ли мы привлекать неверующих к служению? А вот такой вопрос, можно ли потерять квалификацию для служения? И если можно, то что может стать причиной? Какие именно причины могут послужить к дисквалификации в определенном роде служения? Или вот еще вот такой вот момент, что делает верующего неспособным совершать служение? Если вы хотели бы пару слов сказать по-любому из этих вопросов, пожалуйста, это можно сделать. Если есть желание у кого-то высказаться, пожалуйста, я даже микрофон достану. Проходи сюда. Я думаю, первый пункт, я думаю, смотря какое служение, и у нас как бы уже это есть в оркестре пару человек, которые, можно сказать, неверующие. Окей, то есть смотря какое служение. То есть понятно, что если человек неверующий, привлекать его к тому, чтобы участвовать в священодействиях, нет смысла. как бы при свитерском служении, например, священодействия, да? Ну, конечно. То есть крестить людей неверующему человеку мы не позволим. Конечно. Окей, хорошо. Хорошо. То есть смотря какое служение, да, возможно, а если неверующий человек захочет, например, что-то сделать, починить нам что-то захочет и скажет, слушайте, я сделаю это как для Бога, я с вас не возьму никаких денег, я просто сделаю это вот, мы примем такое служение? Конечно. Сто процентов. Подарить миллион, хорошо, хорошо, хорошо. Можно ли потерять квалификацию для служения? И каким образом? Что может сделать человека неспособным совершать то или иное служение? Окей, грех. Всякий ли грех? или не всякий грех? А? Окей. То есть, ну, хорошо, всякий грех. Ну, я думаю, что даже в этом смысле есть разная квалификация грехов. Ну, например, есть грехи, написано вот, Иоанн пишет о грехах к смерти, о грехах не к смерти. То есть, он пишет о том, что кто говорит, что не имеет греха, обманывает сам себя, и в том человеке нет истины. То есть, если мы очень строго будем подходить к этому, то тут никого не останется служить Богу. Но есть вещи, когда человек живет во грехе, вы, наверное, об этом говорите, когда человек не видит своего состояния, когда человек не хочет раскаиваться, когда человек впал в грех, ему там удобно и хорошо, и он там и остается, и он не хочет оттуда выходить, да? Вот я правильно выражаю вот то, что вы говорите, вот это состояние греха, хорошо? Я думаю, что есть еще... Хорошо, брат Володя, вы пока пройдите сюда, здесь микрофон есть, вы пока идете, я просто скажу еще одно. А как по поводу некоторых физических качеств? Ну, например, смотрите, человек поет, нес служение певчего, пел, заболел, потерял голос. Это не значит, что он вообще для него, дорога к любому служению закрыта, но то служение, которое он совершал, благодаря каким-то физическим вот явлениям, оно заканчивается для него. Может такое быть? Может. Такое происходит. Но при этом очень важно понимать, что есть и другие служения, и при нормальном состоянии христианина он будет искать возможность служить в другом смысле. Пожалуйста, брат Володя. Ещё есть одно такое, что нас всегда настораживает. Вот поют дети, а мы все слушаем, и оно так ложится на сердце, так воспринимается. То есть, наш дух принимает вот это служение. А есть пение, либо игра, которую мы не воспринимаем. И если использовать такой ритм или слова, то мы скажем, брат, сестра, ты не можешь участвовать в служении. То есть, вот репертуар или само произведение, оно дисквалифицирует участие, манера, правильно, манера. Есть вот, ну, допустим, мы, так уже сложилось, ну, баптисты, 50-ники, мы немножко уже как-то близки друг к другу. Есть другие, допустим, харизматические там пения и так далее, которые мы не воспринимаем. Я помню, когда мы еще были в той церкви, приехала одна группа, эстрадная группа, я спрашиваю, братья, вы что поете? А вам что надо? Мы все можем. То есть, они не не от души, не от духа поют, поэтому, может быть, это и дисквалифицирует. Окей, хорошо, хорошо. Ну, это, ну, скажем так, об этом очень много можно говорить, вы затронули очень такой вот болезненный, потому что это, кстати, разница восприятия молодых людей и постарше людей, может быть, такая разница, разница людей, которые имеют разные языки, разное какое-то восприятие. если вы попадете, например, среди цыган, или если вы попадете в Африку, то некоторые вещи, которые для них нормальны, вы не совсем будете воспринимать. Я был там и знаю, что есть некоторые вещи, то, как они славят Господа, и для них это нормально, уместно и правильно, и как бы они не видят в этом большой проблемы. Для нас мы как-то так можем даже поежиться, и для нас это не будет прославлением, потому что мы будем думать о чем-то другом. Окей, но я, когда говорю о квалификации, я говорю о чем-то другом, то есть, когда я не подхожу по тем или иным меркам к служению. Хорошо, давайте дальше пойдем. Подождите, подождите, подождите. У меня еще был один вопрос, но почему-то не показывает. Да. По возрасту. По возрасту, да, и по возрасту может быть разница в служении. Возраст это тоже, и мы, кстати, тоже понимаем, что мы все смертны здесь, на этой земле. Приходит время, когда нам нужно, может быть, передавать служение. Это было, кстати, в Ветхом Завете очень четко. У левитов был определенный возраст, когда они должны были оставлять служение. У священников тоже был определенный возраст, когда или по болезни, или по немощи, или по возрасту они не могли совершать служение. Это тоже очень важное ограничение. У меня почему-то записано вот еще несколько вопросов таких для размышления. Каждый ли верующий человек, то есть каждый ли член церкви должен участвовать в служении? Это хороший вопрос, я думаю, что для каждого из нас. И я думаю, что когда мы читаем Писание, особенно почитайте 12 главу 1 послания к Коринфянам, 14 главу 1 послания к Коринфянам, там написано, вот так создается такое впечатление, что действительно каждый член тела Христова должен участвовать в служении. По крайней мере, у меня такое впечатление. Почитайте вы и скажите, вы согласны с этим или нет. Ну и еще такой простой вопрос, как я могу узнать, что мне делать в церкви, есть ли какие-то требования для совершающих служения. Ну мы говорили о качествах, и я думаю, что те требования, это достаточно, как бы если начать хотя бы с этого, это поможет. Но вот вопрос, как я могу узнать, что мне делать в церкви, ну скажем так, для начала начни с молитвы. Второе, подойди к кому-то и служителю, хотя бы и спроси, что я могу делать, вот у меня есть такие качества или такие качества, у меня есть то или то, я мог бы делать это или это, и вам скажут, по крайней мере, у нас есть нужда вот в этом, в этом, в этом, или мы можем уже предложить вам еще какое-то служение. Но, по крайней мере, все, что я хочу сказать, это служение, это хорошо, служение, это важно, служение, это дело всей церкви, служение, это дело каждого члена церкви, и было бы здорово, чтобы мы все могли участвовать в служении Господа, потому что это благо, это благословение. Господь не обязан был позволять нам участвовать в служении. Он живет в неприступном свете, и Ему служат безупречные существа, несогрешившие существа, не имеющие греха, ангелы, архангелы. Они совершают Ему служение, но Он позволяет нам делать что-то для славы Его. И мы присоединяемся к служению Бога, и мы присоединяемся к этой постоянной хвале. И это благо для нас. Не знаю, как вы, но для меня это особенная честь участвовать в служении. Дай Бог, чтобы мы так это понимали и стремились к тому, чтобы просто и в смирении, и в послушании служить нашему Господу, потому что Он достоин всей славы и всякого служения. Аминь. Мы на этом будем заканчивать наш сегодняшний разбор. Я не хотел делать перерыва, потому что мало времени осталось. Сейчас, пожалуйста, подростки, пройдите, спойте. Вот. И потом дальше другая будет программа. Вы долго ждали. Спасибо, что подождали. Спасибо. 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 Спасибо.